Всем привет, с вами председатель. Конец 14 века и целый набор известных исторических персонажей задействован в театре официальной истории. Дмитрий Донской, Мамай, Тахтамыш, Сергий Радонежский, Стефаний Пермский. Да, и он тут тихим сапом затесался. Прямо перед Куликовской битвой он из Москвы отправляется в Перм-Великую писать Зырянскую азбуку. В Литве Егайла с Витовтом и Кейстутом воюют. В Константинополе отец с сыном палеологии делят власть. Хотя за одним стоят венецианцы, а за другим генуэзцы. Собственно, к которым после поражения прибежит Мамай. Помните, да, куда он бежит? В Кафу, в столицу генуэзского Крыма. Где, собственно, он и умирает. А куда бежит Тахтамыш? Может быть, в Ханбалык, в Сарай-Бату или в Булгар? А может, в Улан-Батор? Ну, где он родился? Нет, он бежит в Литву, в Великое Княжество Литовское, в Киев, к Витовту. Католикам все бегут к своим хозяевам. И согласитесь, когда-то непобедимое татаро-монгольское войско, ну, как нам говорят историки, как динозавры, вымирает. И уже через 200 лет Ермак Тимофеевич гоняет по Сибири хана Кучума, как валанчик. Всего-то с небольшим отрядом своих казачков. Но в этот же самый период, во времена так называемой Куликовской битвы, что происходит в Священной Римской империи? Только-только заканчивается так называемое Авеньонское пленение Пап. И, как говорится, заканчивается одно, начинается другое. Великий Западный Раскол или Папский Раскол. Немного ли событий происходит за небольшой период времени в нашей истории? Ну, и многие задаются вопросом, а где на самом деле место проведения той самой Куликовской битвы? Давайте разбираться. Что-то вроде письменности, что нам принесли Кирилл и Мефодий, или Зырянской азбуки, что принес в первом великую Стефани Пермский, Бугал Тирам в конце 20 века подарили программу 1С. Программами 1С пользуется подавляющее большинство российских организаций. Такие как Лукоил, Сбер, Аэрофлот и так далее. 1С позволяет настраивать систему под конкретные потребности каждого предприятия. Кстати, сейчас в России дефицит 1С программистов. На одну вакансию 4 резюме. А средняя зарплата 1С программиста 120 тысяч рублей. И они растут с каждым годом. Плюс ко всему государство хорошо поддерживает IT специалистов. Вам не нужно знать английский язык. Весь код и документация 1С на русском языке. А поможет в освоении одной из самых востребованных в IT профессии онлайн школа Skill Factory. На курсе 1С программист. Здесь вы научитесь создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С. На практике реальных проектов с нуля освоите программирование. А карьерный центр Skill Factory поможет с трудоустройством. Подскажет как грамотно составить резюме и подготовит к собеседованию. Начать искать первую работу вы сможете уже через 6 месяцев. Skill Factory уверены в качестве своего образования. Поэтому если вы не найдете работу после обучения, вам вернут деньги. Так что переходите по ссылке в описании, вводите промокод SNT и получайте скидку 45%. Записывайтесь на курс и меняйте свою жизнь к лучшему. Ну а мы начинаем. До сих пор ведутся споры, где проходила та самая Куликовская битва конца 14 века. Где всем известное Куликово поле. Но все эти споры, как нам говорят, околонаучные. Новая хронология Фоменко-Иносовского заявляет, что Куликовская битва проходила в Москве. Кто-то предполагает, что она была в Волгограде. Недаром там стоит Мамаев курган. Есть карты, где Куликово поле указано в междуречии Дона и Северского донца. Ну и есть официальная точка зрения. И я сторонник детального разбора. Ну что ж, все мы прекрасно знаем нынешний музей-заповедник Куликово поле. Который находится в Тульской области, как раз на пересечении рек Дон и Непрядва. Здесь был установлен мемориал аж в 1850 году. К 470-летию Куликовского сражения. Архитектором этого обелиска является Александр Павлович Брюлов. То есть в середине 19 века просто в чистом поле поставили вот этот вот обелиск. Так сказать, застолбили место. Вот этот вот храм Рождества Пресвятой Богородицы в нынешнем его виде был построен в 1896 году. На месте деревянной церкви, которая, как нам говорят по преданию, была выстроена на месте захоронения погибших на Куликовом поле войнов. Но на самом деле крестьяне даже не знали об этом. Это была для них обычная приходская церковь. Как нам говорят, в приходе было 32 двора, а сама земля с селами и с этой церковью находилась во владении местного помещика, феодала некого Степана Дмитриевича Нечаева. Российского чиновника и по совместительству археолога-любителя. Который, собственно, и указал на то, что именно на его земле, на пересечении рек Дона и Непрядвы, как и написано в летописи, была та самая Великая Куликовская битва. Вот этот вот храм-памятник русским воинам Сергея Радонежского на Куликовом поле был построен только в 1917 году. Как нам говорят, на предполагаемом месте Куликовской битвы. Автором проекта был русский и советский архитектор Алексей Викторович Щусев. И только в 1980 году, к 600-летию этой Куликовской битвы, начали все приводить в порядок, и как раз вот в этом храме Сергея Радонежского была открыта экспозиция, посвященная Куликовской битве. Я вам даже покажу сюжет 1979 года. А непосредственно вот этот вот государственный музей-заповедник Куликова поле был образован в октябре 1996 года. Ну, я думаю, нужно сказать пару слов о Нечаевском огороде, когда упомянутый мной помещик Нечаев подрядил своих крестьян, которые выкапывали кольчуги, мечи и всевозможные артефакты и приносили ему за какое-то вознаграждение. А он, соответственно, собирал коллекцию, доказывающую, что именно здесь и была та самая Куликовская битва. Но, согласитесь, официальные историки не должны принимать все эти находки во внимание, так как к науке археологии они просто не имеют никакого отношения. Где был найден тот или иной артефакт? В каких слоях? Как вы сами понимаете, крестьяне это ничего не записывали. Не исключено, что эти артефакты вообще могли лежать в каких-нибудь старых сундуках на чердаке этих же крестьян. Поэтому датировать, собственно, эти предметы было очень трудно. Да я бы сказал, даже невозможно. Так даже эта Нечаевская коллекция до наших дней и не дошла. Как нам говорят, в начале 20 века большая часть этой коллекции была утеряна в связи с событиями революции и гражданской войны. А уже непосредственно археологические раскопки на этом месте начались только в 1981 году. Уже после празднования 600-летия Куликовской битвы. Вот здесь же. То есть, представляете, уже установлен памятник, мемориал, несколько храмов, даже была выставка-экспозиция. Но с точки зрения науки это была просто профанация. Так как не было абсолютно никаких доказательств, что именно здесь проходила та самая Куликовская битва. Ну, кроме лишь летописных источников. Так вот, в прошлом видео я как раз рассказывал про один из таких источников. Я вам зачитывал «Рогожский летописец». Не буду повторяться. Кому интересно, посмотрите мое предыдущее видео. И вот этот вот «Рогожский летописец», вернее, список, был найден только в 1906 году, как здесь написано, в библиотеке Старообрядческого Рогожского кладбища. Библиотека при кладбище. Интересно. Но, видимо, кладбищем называется весь комплекс церквями так называемой «Рогожской слободы». Этот список историки датируют XVI веком. Ну, вот как пишут. «Основной состав рукописи, включая в него и Рогожский летописец, принадлежит к концу XV века или предопущении архаичности почерка первой четверти XVI века». И кто смотрел мое предыдущее видео, тот понял, что ничего конкретного о Куликовской битве мы узнать из этого Рогожского летописца не можем. Ни количество войск, ни тактику, нет даже состава участвующих князей и бояр. Ну, кроме самого великого князя. Идентифицировать князей и бояр мы можем только по умершим 11 фамилиям. Зато четко указана дата и время, что это было 8 сентября до полудня. В субботу на праздник Рождества Святой Богородицы. И что бой начался в поле в Устье Непрядовой. Устье – это там, где река впадает в другую реку. Соответственно, Непрядва впадает в Дон. Вот по этим географическим отметкам, можно сказать, геометкам начала XVI века, и было, предположительно, найдено то самое Куликово поле. Но, как вы понимаете, за скудостью данных вот этого вот рогожского летописца, уже позже было написано «Литературное произведение сказания о Мамаевом побоище». И то, что это литературное произведение, подтверждается официальными историками. Ну, там есть диалоги, какие-то авторские отступления, но главное, там четко расписан сам бой, стратегия, тактика, уже указан красный холм, на котором стоит Мамай, засадные полки, которые выдвигались из Дубравы. Но почему-то вот это вот литературное древнерусское произведение у нас легло в основу музея-заповедника Куликово поле. Вот смотрите сюжет Первого канала. Сказания о Мамаевом побоище. Новое прочтение. Под Тулой сегодня открылся музейный комплекс Куликово поле, где собраны старинные документы, оружие и воссозданные картины Древней Руси. Чтобы посетители могли не только увидеть, но и почувствовать атмосферу того времени, экспозицию сделали интерактивной. Репортаж Клима Санаткина. Вот посмотрите, все силы бросают ордынцу на наш левый фланг, вводят в бой резерв, а наш резерв пока еще, что называется, жив. Услышать текст сказания о Мамаевом побоище в специальных стереокреслах. А может быть, прочитать воспоминания священников и купцов о Куликовской битве, которые приходят словно онлайн, как на мобильный телефон. Связь поколений сквозь века. И даже черно-белая дорожка в коридорах настраивает на ширину шага походные колонны русского войска. Но, кажется, еще ни в одном музее мира не проводили своеобразный тест-драйв вооружения и доспехов воина 14 века. Здесь испытания проходят по-настоящему застренными, так сказать, мечами и саблями. Каждый фрагмент экспозиции под названием «Сказание о Мамаевом побоище новое прочтение» – попытка не просто вспомнить события Куликовской битвы, а, как говорят авторы, попытаться их в буквальном смысле почувствовать. Например, на этом стенде можно попробовать натянуть лук и пустить стрелу. Виртуальную, конечно. А уже затем интерактивное табло, учитывая направление ветра, покажет результат. Перелет. Вес амуниции и орудия русского воина можно тоже представить. Например, топоры или мечи с саблями. Достаточно легкие, но вот все вместе – это уже весьма ощутимо. Трогать разрешается. Об этом напомнит специальный значок. Как выглядела шапка Мономаха, историки создали ее 3D-модель. Или вот костюмеры, гримеры и специально подобранные актеры детально создавали образы русских князей и воевод. Это, например, Дмитрий Донской. Нам удалось терзким походам в дикое поле нарушить планы врага. Интерактив как средство общения, поэтому авторы пытались создать пространство, доступное каждому. Эта кожаная карта изготовлена к 600-летию Куликовской битвы. Для удобства наших посетителей с ограничениями по зрению представлена вот такая же карта, к которой вы можете прикоснуться. Ну а если рядом не оказалось экскурсовода, то в зале есть особые места для просмотра. К ним можно подойти и вуаля вместо витрин появляется экран рассказывающий об этой экспозиции. Погружение в историю уже с первых шагов. Каждый посетитель выставки по задумке создателей ее часть. В центре макет поля Куликовской битвы, где даже амуниция солдатиков воссоздана до деталей. Все вместе уникальный музейный комплекс, аналогов которому сегодня нет. Здесь использованы самые современные технологии, здесь представлены артефакты и такие вещи, которые имеют и археологическую ценность, и научные современные разработки. Все это в совокупности дает тем людям, которые сюда будут приезжать, а мы надеемся, что это будут не только жители России, но и зарубежные туристы, насыщенную познавательную нагрузку. Встреча с историей Мамаева побоища заканчивается на 11-метровой смотровой площадке. Своеобразное путешествие во времени, которое теперь открыто всем. Клим Санаткин, Сергей Кузнецов, Валерий Севастьянов, Александр Сойдов и Татьяна Бакулина. Первый канал Куликово поле. То есть, вся экспозиция музея основана на сказании о Мамаевом побоище. И вы представляете, это сказание имеет более 150 списков. Один от другого чем-то отличается, то есть, они не идентичны. В прошлом видео я вам зачитывал, что Мамай там называется Элленом, Верой Идоложрец, Злой Иконоборец, Христианский Ненавистник и Укоритель. И когда Мамай бежит с поля боя, он на пути призывает своих богов Перуна и Макошь, и еще других богов неизвестных, и своего помощника Махмета. Мне интересно, почему нет тогда экспозиции в этом музее Мамая, который призывает славянских богов. Почему-то историки выборочно относятся к этому сказанию о Мамаевом побоище. Вот это мы возьмем, а вот это вот оставим. По сказанию вообще Куликовская битва это самая грандиозная битва средних веков. Ну вы только посмотрите на цифры. 400 тысяч воинов с русской стороны и 500 тысяч воинов с татарской. То есть вот на этом вот поле сошлось почти что миллион человек. На этом поле было убито только русских 250 тысяч человек, если верить сказанию о Мамаевом побоище. Как там пишется, хоронили, сколько успели на поле битвы, лишь немногих увезли с собой. Вероятно, это знать. Князья, бояре, а татар не погребали вовсе. Вы представляете, сколько археологических находок должно было быть вот здесь, вот на этом поле. Ну если опять же верить сказанию о Мамаевом побоище, на котором основана вся экспозиция этого музея. Но находок сразу скажу немного. Сейчас есть 74 артефакта, которые есть в экспозиции этого музея. И все это небольшие фрагменты, но об этих артефактах я хотел поговорить отдельно. Ведь все они были найдены не так давно. Как я вам уже сказал, археологические раскопки начались в 1981 году. Поделили это поле на квадраты и приступили к раскопкам. И представляете, год за годом археологи просто сидели от того, что нет никаких, абсолютно никаких артефактов. То есть 30 лет археологических работ нашли пару наконечников стрел и все. Да, ну давайте посмотрим сюжет, который я обещал 1979 года. Область Тульская, район Куркинский. Это так просто, поворот налево до Куликова поля 12 километров. А 350 уже позади, это от Москвы, от других городов русских еще больше, неизмеримо. Куликово поле. Шесть веков, а точнее 599 лет назад здесь решала судьба родины, быть или не быть России. Быть, сказал Александр Пересвет, в поединке с Челувеем он первый начал битву. Быть повторила вся Россия. И с края в край с надеждой и верой прозвучало это слово быть. И вот над полем Куликовым расчерчивает небо реактивный самолет. Осень 1979 года, мирная осень родной страны. И ведь подумать только, именно здесь, на этом самом месте, на Красном холме, находилась тогда ставка Мамая. Выбирать возвышенные места входило в его тактику. А теперь здесь возвышается над Красным холмом памятник Дмитрию Донскому. Куликов Столб называют его. А вот там ниже само поле, поле битвы. Здесь вот на месте деревни Хворостянка перед свет сражался с Челубеем. Здесь совсем недавно убрали пшеницу и ячмень, урожай этого года. Сейчас тишина Куликова поля разбужена гулом строительной техники. Здесь сейчас проводятся работы. Во-первых, реставрирован сам обелиск памятника в честь Дмитрия Донского. Кроме этого, к концу подходит реставрация храма Сергия Родонежского, который был сделан по проекту Щусева. В основном завершается. Делают дороги, дорожки, смотровые площадки вокруг храма. В километре приблизительно от Куликова поля будет построен комплекс по обслуживанию туристов. Очень просим, чтобы строители ускорили эти работы, потому что осталось меньше года до юбилея, до 600-летия и просьба, чтобы строители ускорили работы здесь, на Куликовом поле. К этому необходимо прислушаться. Много, очень много битв испытал наш народ после той Куликовской. Все не перечислили, да и не о них сейчас речь. Живет и здравствует Россия, советская, наша, слитая воедино со всеми братскими республиками страны. Согласитесь, как отличаются новостные сюжеты 1979 года и нашего времени, но все равно приятно окунуться в недавнее прошлое. И как ведущий с уверенностью говорит, вот здесь вот сражался Пересвет с Челубеем, вот там вот стоял Мамай на Красном холме, и жаль не добавил, что вот через два года начнутся здесь археологические работы, мы все раскопаем, и покажем вам. У него даже и в мыслях не было, что археологи сядут в такую лужу с этим вот Куликовским полем. И только в 2007-2008 году археологи под руководством Олега Двуреченского, говорящая фамилия Двуреченский, Дон и Непрядло, переносят все свои монатки из Устья реки Непрядло к ее истоку. И вот тут, как нам говорят, находки пошли. Кстати, Двуреченский, как нам утверждает Википедия, учился вместе с военным историком Климом Жуковым, который вовсю трубит о важности находок на Куликовском поле, о своей причастности к находке этого нового места, ставит это в том числе и себе в заслугу, и этим самым является лицом заинтересованным. Но об артефактах, как я сказал, поговорим отдельно. Ну и можно сравнить, как поменялась риторика музейных работников в том же 2010 году. Победа в Куликовской битве стала началом возрождения Руси и началом конца господства Золотой Орды на огромных пространствах Азии и части Европы. В летописях сказаний и народной памяти сражение называли Мамаево побоище или побоище на Дону. Сергей, я где-то читал, что Куликово поле получило такое свое название, потому что когда-то давно здесь жило очень много птиц-куликов. Это, конечно, красивая легенда, но это миф. На самом деле название этого места связано со всеми другими событиями. В 16 веке сюда приходят русское население, казаки. Они начинают осваивать территорию, распахивать его. В словаре Даля вы можете найти такое понятие, как Кулига, Куличка, дальнее поле, пустошь, да? Есть такое выражение даже у черта на Куличках, то есть где-то очень далеко. И вот это поле сражения в 16 веке оказалось далеко от русских границ. И отсюда название Куликово поле, а потом стало Куликовым. То есть на тот момент, когда здесь происходило сражение, в общем-то и названия у места никакого не было? Скорее всего, нет. По крайней мере, мы не знали. Насколько я знаю, по преданию, вот здесь, на Красном Холме, располагалась ставка Стан Мамая, откуда он наблюдал за своими войсками и за войсками неприятелей, откуда он, собственно, отдал распоряжение о начале битвы. Так вот ли это? На самом деле, Куликовская битва владает огромным количеством мифов. Вот один из таких мифов, это, конечно, то, что Красный Холм это ставка Мамая. Но вот возникает законный вопрос, в чем здесь стоит памятник, тогда. Все дело в том, что наши предки, которые 150 лет назад этот памятник Сталина, искренне верили в это. И более того, что лет 10 назад мы тоже еще в это искренне верили. Но вот палеоботанические исследования, которые проходили на Куликовом поле, дали такой нам результат, что вот эта местность, вот этот Красный Холм, а мест сражения, он был полностью покрыт лесом. И, соответственно, никакой ставки Мамая здесь быть не могло. Она находилась, скорее всего, примерно в 4 километрах от места сражения, даже не за спиной сражающих, а сбоку. Палеоботаник провел огромнейшую работу в течение 20 с лишним лет здесь, на поле сражения, окрестница. Закладывали специальные шурфы. С определенной глубины выбиралась пыльца. По этой пыльце выставлялся ландшафт. И где-то в 2003 году мы получили палеоботаническую карту. И когда мы ее положили на современную карту, мы увидели, что ландшафт кардинально изменился. И сразу могу сказать, что археологические исследования, когда они стали сосредоточены на этом участке, они стали давать значительные результаты, потому что эта карта нам четко указала место сражения. Место такой памяти. И памятник здесь стоит. Ну и действительно, не сносить же памятник. Он же в этом не виноват. Хороший миф пусть останется. И Красный Холм никакого отношения к Мамаю не имеет, а его ставка была аж в 4 километрах от него. И само название Куликова поля не имеет никаких подтверждений в источниках. Но между тем, все равно экспозиция музея основана на литературном произведении сказаний о Мамаевом побоище. Ну а на чем еще? Первый Источник дает очень скудное представление о Куликовской битве. Я в своем прошлом видео так и сказал, что Куликовская битва это было небольшое местечковое сражение, в которое могло участвовать только войско великого князя Дмитрия Ивановича Донского. На месте Волока, а здесь именно был Волок, здесь название населенного пункта Волова. Этот Волок из Непрядвы в Упу, который соединяет две торговые артерии Дон и Аку. Ну и само количество артефактов говорит о том, что здесь не могло быть никакой большой битвы, которая описана в сказании о Мамаевом побоище, как самая грандиозная битва средних веков. В наших былинах нет ни слова про Куликовскую битву. В иностранных каких-то документах тоже ничего не говорится о самой грандиозной битве. Ну а Мамаев курган в Волгограде, как нам говорят, это название известно со времен аж Золотой Орды. Мог быть некой ставкой Мамая. И вот на этой карте России Страленберга мы как раз и можем видеть ставку Мамая и название Куликова поле. И вот итоги я хочу подвести в следующем видео, где мы как раз рассмотрим артефакты из музея-заповедника Куликова поле, взвесим все доводы новой хронологии Носовского и Фоменко относительно Куликовской битвы, которая, по их мнению, проходила на территории нынешней Москвы. И как раз обсудим вот эту вот карту Страленберга 18 века. Ну а русская одежда точка РФ предсельмак идеально соответствует всем радостным и ответственным событиям приближающегося великого праздника Победы. Большой выбор гимнастерок из лучшего натурального льна или хлопка. Это стилизованная отличного качества рубашка, которую вы не просто оденете 9 мая, но и после будете носить не снимая. Наряду с традиционными темно-зелеными защитными цветами, как вот эта гимнастерка хаки, есть много других оттенков. У нас свое производство, приветствуются любые индивидуальные пожелания и нет ограничения в размерах. Естественно, образ будет незаконченным без брюк. Не оставьте без внимания нашу военно-патриотическую коллекцию джогеров брюк на манжете, а также свободных карго из лучшего хлопка. И, конечно, лен. Классика, но есть и с карманами. Так что ключи и телефон всегда будут при вас. Ткани разные по плотности и цвету, но непременно натуральные. Швы ровные и прочные. Прекрасная внутренняя отделка, что может быть мужественнее, чем мужчина в гимнастерке. Разве что мужчина в русской рубахе или косоворотке. Мы помним о наших корнях и предлагаем вам одежду современных людей, не забывающих о своих традициях. Вы только взгляните на наши душегрейки. Только оригинальные платки из Павловского посада. Мы используем для их пошива, а при покупке комплекта душегрейка и сумочка цена на платок символическая. Душегрейка идеальна и с сольном и с шелком. Женские шелковые батники и льняные кофты, хлопковые брюки и замечательные платья тоже в ассортименте. В московском шоуруме на земляном валу 7 вы сможете их примерить и приобрести. Скидки на теплые спортивные костюмы и вообще на всю зимнюю коллекцию до 20%. Что бы вы не выбрали, в предсельмаге будет сделано только для вас с заботой и любовью. Ну, а у меня на этом сегодня все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в будущем. Пока!